В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Медицинский осмотр, оформление документов и решение комиссии в нашем городе стартовала весенний призыв. Станция юных натуралистов отметила 50-летний юбилей. Победа любой ценой. Хоккейный клуб «Саровинвест» провел первый матч в рамках финальной серии первенства области. Далее расскажем обо всем подробно. Ряды вооруженных сил России этой весной пополнят около 50 саровчан. Юноша отправится служить на военно-морской флот, военно-космические силы, воздушно-десантные, ракетные и сухопутные войска. Процедура подготовки к армии начинается с осмотра у окулиста, лора, психиатра, невропатолога, терапевта и других специалистов. Следующий этап – решение призывной комиссии. Традиционно призывники делятся на две категории. Тех, кто вынужден идти в армию по тем или иным жизненным причинам, и тех, кто для себя решил – военная карьера – это его призвание. Руслан Янцов как раз из последней категории. Для него служба в армии – семейная традиция. Мой батя служил, старший брат служит, и сейчас еще второй старший брат служит. Надо отдать долг родине. У Руслана есть высшее техническое образование. И если все удачно сложится, проходить службу он будет в научной роте в Сергиевом посаде. И таких, как Руслан, много. Молодые люди все чаще сами изъявляют желание служить. Ребята готовы идти служить. У нас тенденция сейчас идет к улучшению. То есть ребята готовы идти и на срочную службу, и готовы идти на контракт. Проблем с этим нет. Как рассказала нам Наталья Лопашова, с отправкой на воинскую службу молодых людей работа сотрудников военкомата не заканчивается. Они пристально следят за судьбой призывников, делая запросы в воинские части по месту службы. Практически всегда положительные отзывы, очень хорошие о наших ребятах. Командиры части всегда доволены нашими призывниками. В этом году проходить срочную воинскую службу будут около 50 ребят из Сарова. Традиционно хотят попасть в ВДВ, морскую пехоту и военно-космические силы. И как признаются сами призывники, служить своей стране – это высокая честь. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам операции было задержано четверо водителей в состоянии алкогольного опьянения, трое из которых отказались проходить о свидетельствовании. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Пропал человек. Эти тревожные слова всколыхнули городские новостные ленты в последних числах марта. В дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила, что ее сослуживец ушел на обед с работы и не вернулся. Не появился мужчина и вечером дома. На поиски пропавшего были брошены силы сотрудников полиции и отряда добровольцев. Тело 35-летнего мужчины было найдено за территорией города с признаками насильственной смерти. Его тело обнаружено в Вознесенском районе. Лицо, совершившее данное преступление, установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Оголовного кодекса Российской Федерации. 105-я статья Оголовного кодекса звучит как убийство или умышленное причинение смерти другому человеку. На такое страшное преступление подозреваемый пошел и задолго в 23 тысячи рублей. Не желая отдавать деньги, он избил мужчину до смерти и скрыл его тело. По результатам других оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве по дороге на 1 КПП была обнаружена легковая машина марки «Лада Калина», в которой находилось запрещенное наркотическое вещество. Это порошок 0,4 грамма. Были задержаны два молодых человека. Это гражданин Ж и С, ранние судимые. На данном этапе решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Не обошлось на прошлой неделе без мошенничества. Крашимущество из квартир, гаражей и автомобилей. В совершении одного из преступлений были замечены подростки. Двойне совершеннолетних украли 9 тысяч рублей из кассы торгового центра. Дарья Цыпорыгина, Сергей Островский и Владимир Лисик. Служба новостей СОРУ-24. Как сообщает официальный сайт клинической больницы номер 50, на портале пациента первой поликлиники теперь доступна предварительная электронная запись на ЭКГ, флюорографию, диспансеризацию отдельных групп населения, входные медосмотры, медосмотры водителей и медосмотры для работы с государственной тайной. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В понедельник свой пост покинул председатель КУМИ Владимир Лутиков. Он возглавлял комитет по управлению муниципальным имуществом с 5 августа 1992 года. До этого Владимир Ильич 18 лет на различных должностях трудился на заводе «Авангард». Имя нового председателя КУМИ станет известно по итогам конкурса, в котором, помимо прочих, примут участие и представители бизнес-сообщества. Третий лицей вошел в число победителей конкурса общеобразовательных организаций, которые внедряют инновационные программы обучения. Наградой станет гранд-губернатор Нижегородской области. Эти деньги можно потратить на покупку лабораторного оборудования, модернизацию материально-технической учебной базы и ряд других целей. Две саровские команды стали призерами областного чемпионата по что, где, когда. В интеллектуальных состязаниях сборная 15-го лица изняла второе место, а ребята из третьей школы завоевали бронзу. В департаменте образования отметили полувековой юбилей станции юных натуралистов. За 50-летнюю историю в ее стенах был накоплен богатейший педагогический опыт, который и по сей день применяется при воспитании юных экологов и исследователей в области естественных наук. Вместе с этим станция юных натуралистов стала ресурсно-методическим центром по эколого-биологическому образованию в нашем городе. По случаю юбилея педагогам станции юнатов вручили почетные грамоты, благодарственные письма от Законодательного собрания Нижегородской области, Городской думы, Администрации и Ядерного центра. Коллеги и друзья поблагодарили педагогов за добросовестный труд и неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Станция юных натуралистов – это самое небольшое учреждение индок образования, но при этом самое наукоориентированное. На станции юнатов занимаются более 900 школьников. Педагоги проводят занятия в 80 группах и собственным примером увлекают детей в мир естественных наук. Чтобы поздравить с юбилеем коллектив станции и поблагодарить за полученные знания, на праздничный вечер пришли выпускники. Станция юных натуралистов – это учреждение, которое дает бесценный багаж знаний, необходимых для поступления в высшие учреждения, но и для дальнейшей жизни. Не оставили без внимания ветеранов. Цветы и подарки вручили тем, кто долгие годы работал и передавал знания об окружающем мире детям на станции юных натуралистов. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Вести в заблуждение соседа и поймать соперника на ошибках – вот главная составляющая успеха. Мафия – салонная психологическая игра с детективным сюжетом. Это одна из немногих популярных во всем мире игр, придуманных в нашей стране. Во второй раз Саров стал площадкой для проведения большого открытого чемпионата по салонной мафии среди клубов Приволжского федерального округа. За столом «Лаванда», «Сурок», «Сиф» и «Счастливчик». Никаких имен, только игровые прозвища. Кто свой, кто чужой – разобраться непросто. В эти выходные в Сарове прошло второе открытое первенство по игре в салонную мафию среди сильнейших игроков Приволжского федерального округа. Проводится второй раз уже. Этот турнир уже более эмоциональный, чем прошлый. И вырос крупный призовой фонд. Поэтому все игроки стараются выложиться на максимум, хотят представить свой город в лучшем стиле, а также забрать кубок с собой. В турнире приняли участие около 50 человек из семи регионов России. Представители клубов Саранска, Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода и других. Каждый участник играет по своей схеме. Кто-то пытается логически вычислить игроков с черной картой. Кто-то играет на интуиции. По итогам восьми отборочных игр в финал вышли 10 человек, среди которых определился победитель турнира. Им стала представительница клуба «Шерлок» из Нижнего Новгорода Ольга Полянских, известная в мафиозных кругах как «Госпожа Дорис». Это было очень неожиданно. Я понимала уже, что я хотя бы в тройке, когда победы получались в играх, и я понимала, что в тройку я точно вхожу. И для меня это уже было очень неожиданно. Просто так случилось, вот так звезды сошлись, вот такие составы, такие карты мне приходили. Просто мне повезло с командами, в которых я просыпалась. Ольга получила приз из-за лучшего красного игрока. Ей вручили шарф с эмблемой мафиозного движения. А лучшим в Лиге «Б» стал господин Максимилиан. По словам участников, главное, что они обрели на турнире, это новые знакомства и бесценный опыт. А тех, кто тоже хочет попробовать силы в этой игре, клуб «Салонные мафии. Закрытый город» приглашает к себе каждый вторник и субботу в 8 вечера в молодежный центр. Мафия бессмертна! В библиотеке имени Пушкина прошло торжественное закрытие недели детско-юношеской книги. В рамках Всероссийской акции юные саровские читатели принимали участие во встречах с писателями, презентациях читательских талантов и праздниках книг. В этом году неделю детско-юношеской книги приурочили к 150-летию писателя Максима Горького. Что такое псевдоним и зачем он нужен, какие сказки написал Максим Горький и как нарисовать его портрет с помощью пословиц и поговорок. На эти и другие вопросы предстояло ответить участникам Всероссийской акции «Неделя книги», которая прошла в библиотеке имени Пушкина. Задача нашей детской библиотеки была рассказать ребятам о писателе нестандартно, не так, как рассказывают в школе. Мы очень старались, надеемся, что у нас все получилось. Честно говоря, в этом году в связи с юбилеем мы и сами для себя сделали немало удивительных открытий и знакомись с биографией этого писателя. Это был уникальный человек, которым остается только гордиться, восхищаться. Сотрудники детской библиотеки рассказали о тяжелом детстве писателя, о том, как рано Алеша Пешков стал зарабатывать себе на жизнь, с чего начинался его великий путь в литературу. Ребята узнали об интересных фактах из биографии писателя и истории создания произведений, которые стали классикой русской литературы. Он сначала был бедняком, потом он стал известен, что он любил своих родных, помогал близким, писал детям сказки, помогал им. На праздники наградили участников конкурса «Слово о горьком – перезагрузка». Ребятам вручили дипломы и памятные подарки. Ирина Вашегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Борьба за титул чемпиона в самом разгаре. Хоккейный клуб «Саровинвест» провел первую встречу в рамках финальной серии первенства Нижегородской области. В домашнем матче, который прошел на выезде в Ордатовском фоке, саровчане принимали своего главного соперника – команду «Иссеченова». О результатах первой финальной игры расскажем в следующем репортаже. Первый матч финальной серии игры между «Саровинвестом» и «Сеченовым» начался без раскачки. Уже на второй минуте счет открыли сеченовцы, но саровчане тут же отыграли гол. Атаки команд не всегда проходили по правилам. Из-за неспортивного поведения арбитры отправляли на скамейку штрафников игроков обеих команд. Первый период закончился со счетом 6-5 с пользу хозяев и показал, насколько напряженной, дерзкой и зрелищной может быть финальная игра. Команда не подарок нашим, но я думаю, наши одолеют это. За что мы и будем болеть. Команда играет очень собранно и наши. Много пропускают и много забивают. Резко начали, и счет идет. Ровный почти. Интересная игра. Забивает много и наши, и противник. Желаем нашим победы. Хотя мы и верим в нашу команду, но все-таки прекрасно понимаем, что команда Саров все-таки она более такая, посильнее. Открытый хоккей. Команда не замыкается в обороне, не закрывается. Игра идет от ворот до ворот. Думаю, что хоккей зрелищный и болельщикам он очень приятен. Команды очень сильные. Обе команды друг друга не уступают. После перерыва игроки вышли на лед более собранными, играли осторожнее и уже не допускали неспортивного поведения. Саровчане скорректировали тактику игры, но хоккеисты Сеченовы оказались сильнее. Во втором периоде на четыре заброшенных шайбы Саров Инвеста ответил только двумя. Ребята, мне кажется, немного перегорели, не выполнили ту установку, которая от них требовалась. Побежали вперед, забивать голы, но наткнулись на контратаки. И из-за этого небольшой мандраж пошел. Заключительный период стал самым драматичным отрезком игры. Нервное напряжение чувствовалось и на льду, и на трибунах. Атаки обеих команд были безуспешны. Только на седьмой минуте Саров Инвест пробил защиту соперника и сравнял счет. Отвечая голом на гол, хоккеисты показали, что на льду встретились достойные соперники. И буквально за полтора минуты до окончания матча Саров Инвест забивает победную двенадцатую шайбу. Игра была очень живая, интересная, особенно для болельщиков. Скоротечная, быстрая, комбинационная. В общем, игра понравилась как зрительным, так и мне тоже понравилась игра. Счет первого матча 12-11. Хоккеисты продолжат борьбу за звание чемпиона первой лиги 7 апреля в Сеченово и 8 апреля в Сарове. Начало игр в 13.00. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин